Марсель Елалов, художник. Мне родители сказали, что я с трех лет начал рисовать, изрисовывал тетрадки детские в клетку. Потом я пошел в художественную школу, художественное училище закончил, учился на графического дизайнера в универе. Дальше переезд в Москву, поступление в СА, работа в офисе граф-дизайнером, арт-директором. Потом мне это все надоело и, не знаю, какие-то начали мысли появляться, то есть что-то формализовываться, и я опять вновь вернулся к искусству. Точнее, я его, в принципе, никогда не терял, только я не занимался им просто лет семь. Мне вообще интересно, как цифра в нашу жизнь заходит, как она ее меняет. И мне кажется, интересно именно визуализация симбиоза этого цифры и нашего реального мира. Мне кажется, просто вот самое интересное то, что происходит, это здесь и сейчас. Я владею этим медиумом, и мне интересно, что классическая техника, она мимикрирует по цифру, хотя на самом деле сам цифровой файл, он мимикрирует под нашу реальную жизнь. Инстаграм, все наши впечатления, все наши фотоальбомы, они, их нет уже физически, в принципе, все виртуализируется, и если отключить розетку или жесткий диск погибнет, полжизни у человека просто стирается. Мне кажется, это очень интересно. Это данность. Мне кажется, очень сильно все виртуализируется, в любом случае материальное останется. Это все зависит от развития технологии, то есть от их доступности, от внедрения. Если будут чипы, которые будут обрабатывать потоки информации в тысячи раз, чем сейчас, мне кажется, вообще все что угодно возможно. Не знаю, если фантастом каким-то быть, я бы с удовольствием какую-нибудь гибкую ЖК-панель натянул на подрамник. И вот был бы этот симбиоз цифры и такого аналогового, теплого, лампового искусства. То есть, в принципе, наверное, можно и проекцию делать на холст, но это все громоздко и как-то по-другому. Или, не знаю, представить какую-нибудь голограмму, которая одновременно может быть и прозрачной, и непрозрачной. Отражать пространство, в котором находится. Это же супер такая виртуальная скульптура, которая полностью имитирует. То есть, на нее падает свет, она создает тень, объем. То есть, куда заведут технологии, туда и пойдет. Художник – это, в первую очередь, человек, который задает себе вопрос, ищет ответ, который, наверное, интересен в данное время, или который будет интересен через некоторое время, и как-то визуализирует свои мысли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok